Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. У настольного тенниса в Самаре открылось второе дыхание. Кроме молодежи и подростков, впервые ракетки берут и начинают играть ветераны. Те, кому за 40. Специально для них Федерация организовала всероссийский турнир «Мемориал Виктора Попова». Как это было и почему сегодня настольный теннис приобрел такую популярность в Самаре, мастеру спорта расскажет Алексей Мурзов. Мастер спорта СССР, четырехкратный чемпион Европы. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем с самого главного, «Мемориал Попова». Расскажите, с чего все начиналось и как прошел турнир. Виктор Александрович Попов – это первый самарский, куйбышевский тогда еще теннисист, который достиг результатов на всероссийском и всесоюзном уровне, который попал в студенческую сборную Советского Союза и впоследствии стал чемпионом мира среди студентов именно в составе студенческой сборной Советского Союза. Виктор Александрович среди спортсменов, я имею в виду не только теннисистов, среди спортсменов нашего города занимал в свое время одно из первых мест. И все теннисисты его либо знают, либо помнят, либо те, кто помоложе, очень много о нем слышали. Это мой первый тренер. Он мне научил играть. Ну вот расскажите немножко тогда поподробнее об этом периоде. То есть вы к нему специально шли тренироваться, зная, что он такой заслуженный спортсмен? Ну, как чаще всего бывает, наверное, всегда детей приводят родители в какие-то спортивные секции, в какие-то кружки. Так же произошло и со мной. То есть меня привел к нему отец. Привел, можно сказать, случайно. И вот с тех пор, прошло уже почти 40 лет, как я не расстаюсь с этим видом спорта. Но в памяти что отложилось, вот первые впечатления от Попова какие были? То, что он именно теннисист, не побоюсь сказать с большой буквы, он просто жил этим видом спорта. Если кто видел его либо фотографии, сейчас, к сожалению, его уже нет с нами, либо помнит его по выступлениям, по играм, наверняка самое первое, что запоминается, это его глаза. То есть когда он вставал к столу, принято говорить такое, что глаза выходили из орбиты. Ну, в самом хорошем смысле этого слова, он просто жил этой игрой, этим видом спорта. И этот азарт он старался передавать своим ученикам, коллегам, ученикам, каким являлся я. То есть одним из его учеников. Для меня вот это вот запомнилось. И то, что он привил, ну, наверное, любовь к этому виду спорта, это тоже останется у меня на всю жизнь. То, что мы провели сейчас, это был первый, я бы назвал это полноценным турниром в течение трех дней, в нескольких категориях. Это был первый наш такой опыт. Сразу хочу сказать, что идея сделать этот мемориал традиционным, то есть проводить его ежегодно, и, ну, желательно, конечно, увидеть большее количество участников. В планах тоже пригласить спортсменов из ближнего зарубежья, то есть сделать этот мемориал международный. Было четыре возрастные категории, как у мужчин, так и у женщин. Мы соревновались 40-49 лет, 50-59, 60-64, 65 и старше. Если сравнивать с чемпионатом России, ветеранским которым проходил также в нашем зале в феврале этого года, то категории возрастных было меньше, ну и, соответственно, немного меньше было участников. На будущем мы планируем добавить еще одну категорию, более молодую, 30-39 лет. Ну, в первую очередь хотелось бы отметить самарских теннисистов, которые завоевывали медали на ветеранских чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Это Владимир Тудвасев, Эдуард Козловский, Елена Соколова, Галина Никифоровна, которые регулярно принимают участие, ну, практически во всех ветеранских соревнованиях, которые проводятся. Чемпионаты России, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, всемирные ветеранские игры, есть и такой вид соревнований. Мастерство, ну, это мастера спорта. До сих пор они показывают свой уровень, они поддерживают себя в прекрасной физической форме и, естественно, в прекрасной теннисной форме, что позволяет им выигрывать медали на европейских и на мировых чемпионатах. Ну, рассказывали, что были и просто любители, которые недавно взяли ракетки. Были просто любители, которые, может быть, всю жизнь они играли, ну, назовем это во дворах, но любят этот вид спорта и с удовольствием тоже принимают участие наравне с мастерами спорта. Для них важно не только победить. Я думаю, что многие из таких спортсменов, это не физкультурники, это спортсмены, которые не учились специально этому виду спорта, а для них удовольствие выйти сыграть с мастерами спорта, с бывшими спортсменами, которые профессионально занимались этим видом спорта. То есть эти соревнования, они доступны для всех, абсолютно для всех. Здесь не требуется какой-то практики, назовем это. То есть никакой квалификации нет, да? Квалификации абсолютно никакой не требуется. Все зависит от желания, от настроя и от желания каждого человека соревноваться, поддерживать себя в хорошей физической форме, просто заниматься спортом. Ну, вот если, так скажем, ветераны, да, кому за 40, может быть, чуть-чуть, нет, 40, захотели научиться играть в теннис, участвовать в соревнованиях, куда приходить и где можно научиться основам этого вида спорта? Ну, естественно, пользуясь положениями, я приглашаю всех в центр настольного тенниса «Первая ракетка». Хотя у нас в Самаре есть и другие залы «Старт», есть «Панда», есть «Спартак», есть «Дюсшор-12», где регулярно проводятся тренировки. Любители могут прийти поиграть между собой, могут со спаррингами, с персональными тренерами поиграть. А вот чем можно объяснить, что ветеранское движение становится таким популярным? Я бы сказал, что это, в общем, люди предпочитают вести сейчас здоровый образ жизни. Кто-то называет это сарафаном радио, кто-то встретил старого друга по спорту, занимался, уговорил, заинтересовал, нашел какие-то поводы. Люди стали возвращаться. И любители, еще раз, вот вы говорили про любителей, которые никогда не занимались профессионально, все равно любят этот вид спорта. Еще в Советском Союзе существовала такая статистика по количеству занимающихся. Настольный теннис был на четвертом месте в Советском Союзе. После? Не могу сказать, но, наверное, это традиционный хоккей, футбол, баскетбол. Ну и заканчивая наш разговор, давайте вернемся к мемориалу Попова. И вспомните, какой-то, может быть, матч, который вы смотрели, вам понравился. Ну и какие-то итоги подвести соревнования. И насколько удачно прошел турнир. Каких-то, может, чемпионов, призеров вспомнить, как наши ребята выступили. Единственный матч, который я смотрел полностью, потому что я его судил. Это был матч за первое место в категории 60-64 года между Владимиром Тудвасевым и Эдуардом Козловским. Я уже упоминал наши самые титулованные ветераны, которые принимают участие абсолютно во всех соревнованиях. Вот этот матч мне запомнился. Я помню встречи между ними, когда я был сам еще ребенком. Мне было просто интересно смотреть. Хотя я их видел в деле, сам против них играл. Но если коротко вспомнить этот финал, каким он был? Интересным, азартным, молодым. Это был настольный теннис на телеканале Самара ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи.